На рубеже 19-20 веков возникла идея проведения праздника Белого цветка. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за прожертвование раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. С 2000 года акция начала возрождаться. В День Белого цветка проводятся благотворительные базары с праздничными концертами, во время которых всем дарятся белые цветки и принимаются пожертвования. Как к празднику готовится рукодельница Челябинского храма Александра Невского – следующий сюжет. У рукодельницы Александра Невского храма большая задача. Им предстоит изготовить ни много ни мало 100 украшений для общегородской акции «Белый цветок». Изначально нам показали, как должны цветы выглядеть. Потом мы решили сделать их не только белыми, немножко отсветить разными цветами и использовать не только ленту, но и ткань. То есть мы сгибаем пополам, получается очень красивая форма цветка. Как люди творческие, мастерицы увлеклись и из обычного самодельного цветка решили создать модный аксессуар. Можно украсить косы или наколоть на платье. У нас будут очень красивые броши, очень красивые на булавках броши, резиночки детские и взрослые. Очень симпатично, с бусиной. Сто цветов – объем большой даже для опытных рукодельниц. Поэтому всем желающим прихожанкам тоже раздали ленты и иголки. Работа оказалась несложной. Получилась почти сразу у всех. Белла Тхори в студию при храме ходит три года. Признается, и сам процесс нравится, и атмосфера. Я скучала давно по этому, что люди могут помогать друг другу. Могут просто выслушать тебя, не споря, не как-то вот… Просто такое ощущение… Бывает, знаете, разговариваешь как будто со стенкой. Вроде ты говоришь, вроде слушают, а люди закрыты. А здесь наоборот. Вот ты говоришь, и ты понимаешь, что твои слова, твои желания, твои какие-то эмоции не достигают цели. Рядом с мастерицами трудятся воспитанники из-за студии. У них свое задание – изобразить красоту русских сказок. То, что делают взрослые, дети замечают и общей идеей сочувствуют. Самодельные цветы во время благотворительной акции раздадут челябинцам. А вырученные средства пойдут на помощь детям-отказникам в городских больницах.